Мария, здравствуйте. Наверняка вы тоже не остались в стране и пробежали свою дистанцию марафона. Расскажите, долго ли? Честно говоря, я лично не бежала, но наши сотрудники, наша команда, естественно, принимают участие в этом забеге. В случае каких-то форс-мажоров они с удовольствием становятся на дорожку, дабы не дать ей остановиться. Ровно 12 дней получается с момента старта марафона. Почему именно столько дней и почему завершаете 12 апреля в День космонавтики? На самом деле так сложилось исторически. Мы уже третий раз запускаем эту акцию. И вот именно с 1 апреля по 12 апреля мы бежим 12 дней и 12 ночей. Ну, вот так вот получилось. Я знаю, акция проходит уже в третий раз, и мы всегда принимаем участие в ней. И в телекомпании в нашей нету беговой дорожки, но есть велотренажер. Вот чтобы он не стоял сегодня без дела, мы решили покрутить на нем педали. В соседней студии сейчас работает наш корреспондент Михаил Перетокин. Он расскажет, кто еще присоединился к акции. Миша, привет. Спасибо, Лиза. Завершающая стадия благотворительной акции «Добро не спит, добро бежит» сегодня ненадолго перекочевала в студию нашей телерадиокомпании. Правда, у нас вместо беговой дорожки вот такой велотренажер. Но это совершенно не важно, нагрузка та же. А самое главное, это помощь детям. И сейчас мы начнем с вас знакомить с теми, кто принимает участие в этом благотворительном марафоне. Начнем по старшинству. Алексей Сергеевич Жуков, директор нашей телерадиокомпании. Скажите, пожалуйста, почему решили присоединиться? Михаил, доброго дня. Спасибо, принял эстафету. Не мог пройти мимо. Акция очень важная. Это чудовищная несправедливость, когда в мире болеют дети тяжелыми заболеваниями. Любой взрослый, будучи здоровым, сытым, одетым, должен принять участие в этой акции. Призываю всех. Вы, получается, прямо с рабочего места, да, судя по внешнему виду? Ну, конечно, пройти мимо невозможно. Спасибо большое. Наши корреспонденты также активно участвуют в этой акции. Уже не первый год. Например, я в прошлом году впервые в жизни принял участие в благотворительном марафоне. Мы тогда сняли один большой сюжет с моими коллегами Ильей и Глебом. Но на этом новые имена не заканчиваются. В этом году впервые приняла участие в акции наша новенькая Владислава Витковская. Влада, расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло. Скажи, что нас заставили. Нет, конечно, не заставили. Очень здорово, что наш коллектив сегодня идет вперед с добрым делом. Подобные акции мне безумно нравятся, потому что они не только объединяют людей, но и привлекают внимание к помощи детям. И важно понимать, что поддержка вот этой неравнодушных, она важна в первую очередь и для родителей. Они понимают, что они не одни. Главное знать, что нет ничего недостижимого. Поэтому давайте помогать детям вместе. Ты, получается, в этом году тоже впервые в жизни снимала сюжет об этой акции. Бежала на беговой дорожке, да? Да, да, да. Сегодня, вернее, в начале апреля поучаствовала и я. Я думаю, что на этом я не остановлюсь. Буду продолжать и дальше участвовать в следующем году. Скажи, вот на твой взгляд, ты уже бежала по беговой дорожке, сейчас скрутишь педали. Что из этого сложнее? Ну, наверное, дорожка. Почему? Там не такая подготовка, как на велотренажере. Спасибо большое. Студия? Ну, вот примерно так это происходит в соседней студии. Буквально поддерживаем вас. Скажите, Мария, в этом году было несколько задач. Это собрать средства на лечение и на работу детского хосписа «Изумрудный город». Что удается? Что удалось уже? Я думаю, что мы закроем обе задачи и поддержим тяжело больных детей. И также детский хоспис «Изумрудный город», который находится в Карачанском районе. И привлечем внимание общественности к проблемам тяжело больных детей. А год от года количество участников и выручка от акции увеличивается? Несомненно, количество желающих поддержать акцию и благотворительные пожертвования, конечно же, увеличивается. Потому что с каждым разом все больше и больше людей хотят таким образом совершить доброе дело и поддержать нашу организацию и наших подопечных. Давайте вернемся снова в соседнюю студию. Узнаем, присоединились ли еще люди, стало ли их больше у нас. Миша, расскажи, как обстановка у тебя. Лиза, еще раз привет. Акция по-настоящему набирает обороты, начинает разрастаться. В ней принимают участие уже не только сотрудники нашей телерадиокомпании, но и представители власти, бизнеса или сферы здравоохранения. Вот сейчас в студии, например, наши информационные партнеры – клиника семейного здоровья «Медэксперт». Ее генеральный директор Иван Костермин. Иван Васильевич, расскажите, пожалуйста, почему сегодня решили принять участие в этом благотворительном марафоне. Здравствуйте. Клиника семейного здоровья «Медэксперт» является лидером диагностических медицинских услуг в нашем регионе. Имеет в своем распоряжении уникальнейшее оборудование. Прежде всего, это магнитно-резонансный томограф трехтысловый, единственный в Черноземье, позволяющий проводить уникальное исследование. Также это компьютерный томографический томограф. Также это ультразвуковая диагностика элит-класса. Все это в комплексе дает проводить нам любые виды диагностических услуг, включая лабораторные, все также виды. И поэтому я считаю, что это наш долг, это наша обязанность принимать посильный вклад в подобного рода мероприятиях. Мы очень рады. И когда нам поступило предложение, мы с нашим главным бухгалтером Анной с удовольствием включились в данный марафон. Так, ну, Анна уже, видимо, не один километр здесь намотала. Может быть, теперь вы ее смените, и как-то тоже теперь не только словом, но и делом поможем. Будем надеяться, что акция будет успешна и в дальнейшем реализовываться, и набирать как можно больше участников вокруг себя. Желаем успехов и продвижения. Студия. Мария, фонд «Святой Белогорье против детского рака» всегда развивается, не останавливается на месте. Скажите, чем еще живете, какие акции и события готовите, если вдруг кто-то не успел пробежать в марафоне? На самом деле у нас очень много акций, мы фонтанируем идеями, но не обязательно ждать начала какой-то акции. Вы можете поддержать нашу организацию и подопечных фонда, отправив смс на короткий номер 443 с текстом «Белогорье 100», где 100 – это сумма вашего пожертвования. Также для тех, кто не успел принять участие в нашей эстафете «Добро не спит, добро бежит», вы можете бегать на своих площадках, условно, это дома, на беговой дорожке или на открытых спортивных объектах. Присылайте фото, видео, поддерживайте нашу организацию. Это тоже учитывается. Конечно. Спасибо большое, Мария. Мы желаем, чтобы добро спасало тех, кому необходима помощь, маленьких деток с тяжелыми заболеваниями. Ну а вам мы хотим напомнить, что сделать акт доброй воли и помочь ребятам можно сегодня до 19 часов. Добро не спит, добро бежит. Ну а если нет, то напомним короткий номер 3443 и слово «Белогорье» активны всегда. Будьте добрыми волшебниками вне зависимости от места, времени и повода.